Что ты говоришь, готова, не готова, насколько готова? Да не на сколько она не готова, в смысле готова всегда. В целом она готова. Мы начали дорабатывать там какие-то мелочи, немножко решили поправить сход-развал, чтобы тысяч километров приятнее было ехать, меньше, ну то есть нагрузка, чтобы была на все шипы, а не только на одну сторону. Он у нас как бы изначально был завален, для того, чтобы, наверное, прыжки были получше и так далее. Но мы прыгать до Тольятти пока не собираемся. Мы планируем ехать. Плюс прицеп примерно с москвичом с такого же примерно веса, как и сама баги в общей сложности. И, ну в общем, как-то поедем. Поэтому глобально машина у нас готова. Мы вводим некоторые там мелкие доработки, чуть-чуть там смотрим, где какую-то течь подустранить, проверяем уровни масла, обновляем его местами. Вот, мне сегодня, кстати, масло еще должны привезти. Вот, спортивное. Собственно, в остальном она практически готова. Можно прямо сейчас выезжать кататься. Ну, немножко подсоберем, и будет красиво. Вот. Но, учитывая, что мы поедем на нем своим ходом, тысячу километров, важная задача для меня, если из серьезного, сохранить машину до льда, чтобы она туда доехала. Потому что, если вдруг я ее или Максим поломаем по пути туда, два пилота у нас превратятся в участников команды всего лишь. Вот, поэтому важная задача, важная миссия не просто доехать, а довести туда машину в целости, чтобы она могла принять участие в мероприятии. Это вот из серьезного. А так мы вообще очень несерьезные люди. Почти все, кто видел наши баги, говорят, а где же у вас двигатель? И вот сегодня такая возможность у вас посмотреть на двигатель есть. И я вынужден был там часть накладок в салоне разобрать, и двигатель предстал некому взору. Его можно посмотреть сверху, его можно посмотреть справа к боку. И пилот, и пассажир даже передний, мы сидим практически на моторе. Все рычаги управления, кнопочки, они все вот практически над мотором. Вот, соответственно, сейчас мы вводим проверку всех систем, чтобы нигде ничего не подтекало, чтобы нигде ничего не текло, ни масла, ни антифриз, ничего, чтобы на лед ничего не попало. Вот, и вносим небольшие корректировки. Поменяли все фильтры, масла, жидкости все. Машине станет, наверное, лучше дышаться. Подумали о том, что мы можем на месте отстегнуть воздушный фильтр, ведь мы будем на достаточно чистом водоеме, пыли там нету, поэтому фильтр особо не нужен. Он может как бы сократить потребление, ну, сопротивление воздуха, может быть, облегчить мотору жизнь, да, может быть, добавится одна-две лошадки, или они станут более резвыми. Может быть, получится перебить рекорд предыдущих годов. Не знаю, будем стремиться к этому тренироваться. А еще, ввиду того, что мы прикатаем колеса к Тольятти, может быть, что зацеп шипов улучшится. Может быть, это поможет тоже ускорить, ускорить, как бы, показать более лучший результат. Максимально будем облегчать машину, удалим все лишнее из нее, если понадобится, снимем задние сидения, они достаточно тяжелые. Вот. Если надо, наоборот, может быть, загрузим их, чтобы меньше проскальзанного было, то есть, может быть, наоборот, добавим баллаз. Будем пробовать разные варианты со спущенными колесами, с перекачанными колесами, дабы попробовать улучшить этот результат. Вот. Поэтому мы сняли сейчас Беркут обслужить, компрессор, который встроен у нас в боковину. Сейчас боковина разобрана. У нас вот здесь вот стоит компрессор. Это ресивер для него небольшой. Вот. Мы его будем, ну, как бы, он будет у нас подкачивать колеса и баги, и москвичам. То есть, оперативно накачать колесо будет никаких проблем. Вот. Ну и, соответственно, сняли компрессор, чтобы его обслужить. Сейчас его будем устанавливать на место. Ну, сегодня она уже будет собрана. В выходные мы... Максим на ней поедет кататься, протестировать наши доработки. В следующую неделю мы пройдемся поточечно, добавим дополнительные прикуриватели. Возможно, для обогрева сидений, которые я привез сегодня, хотим установить. Не знаю, что с ними будет. После первого же дня то и кажется, что сейчас на дорогах. Но планируем все-таки сделать дополнительные прикуриватели для зарядки, для подогревов шлема, потому что у нас шлема придут с подогревом визоров, чтобы можно было зимой ехать. У ребят будет определенный плюс, потому что у нас не работала четвертая передача на Байкале. Да, вот это я планирую. Четвертая, пятая? Четвертая. Почему? Четвертая, пятая. Пятая. Пятая плохо втыкается, да. А сейчас, ну, как... Опять же, ты на повышенных оборотах шел на четвертой или на пике? На повышенных. На повышенных? Да, да, там, после, допустим, там, 80 км в час обороты, допустим, там, я не знаю... Уже больше пяти... Пяти тысяч, блин, да, и все. И коробка не включена. Ну, попробуем. Я вот, что, тросы есть, я сейчас их поменяю и посмотрим. Надо будет отрегулировать, попробовать протестироваться, как она переключается. Ну, опять же, для этого нужны обороты. Да. То есть это надо... Не, это надо выезжать на Симферопольку, по-другому никак. Вот. Сейчас просто я... Ну, опять же, как показала практика, пятая передача... Не тяговая. Не вытягивает, да, она начинает терять обороты. Ну, тут еще момент какой. Если мы не сможем побить твой рекорд прошлогодний, мы точно поставим рекорд в Жигулевской миле. А он более короткий, это 1433 метра, и, соответственно, пятая передача не нужна будет абсолютно. Поэтому нужна будет четвертая. Как говорится, если стечение обстоятельств позволит, скажем так, воткнуть там какие-то передачи и так далее, назовем так попутный ветер, то может быть что-то... Ну, да, потому что вот этот один километр мы же установили в один день на первом заезде установили рекорд. Первый заезд. Все остальное у нас вот мы сколько дней катались... Не получалось. Да, и вот это вот... Самое странное, то что первые заезды обычно не самые лучшие из-за того, что трансмиссия замерзшая. Сколько народу не пробовало прокатиться, то есть вот этот 127 километров в час на момент, и она выше. Не поднималась, да. В общем, да, что-то такое. Вот этого одного километра не хватает. А вот казалось бы, да, на первом заезде трансмиссия только начинает прогреваться. Ну, знаешь что, я думаю, что машина у нас уже была прогрета, потому что мы там покатались. Да. Мы же покатались взад, вперед, наверх. Но у нас на самом деле были еще масла хорошие залиты, и присадки были. Была еще не... Неукатанная, да. Еще не катанная была. Да, да, да. Не было ни колеи. И утренние заезды, они все лучшие. Почему? Потому что лед в этот момент, он не крошки, не песочный, не замерзший. Поэтому, то есть, думаю, если вот, ну, покататься, ребята, как бы, опытные. оттенние заезды, отвыкнутся. Три дня заездов, может быть, что-то... чтобы понять, с какой передачи стартовать, насколько короткие переключения передач. Но все дальше будет зависеть только от стечения обстоятельств. То есть, как это? По течению... Да? А там как пойдет? Они покатятся. Либо против течения. Против течения, да. Потому что в прошлом году был сильный боковой ветер чуть ли не все дни. А вот... Я сегодня как раз рассказывал в другом интервью, что не могли поставить больше скоростные транспортные средства. Мы в какой-то момент даже не выпускали на трассу, потому что боялись, что их просто сдует в какой-то момент. Резкие порывы ветра бокового были. И был риск, что просто на больших скоростях, там, свыше 250, их может просто куда-нибудь унести. Вот. Так, в общем, и было. Даже после того, как мы их начали выпускать на трассу, когда ветер стих. Но они все равно боролись и мучились с ветром. А вот если бы ветер был бы попутный, это бы им облегчило жизнь. И может быть, дало те самые два-три плюс там километра, которые позволили бы, да, улучшить результат, побить там чей-то рекорд и так далее. Вот. Поэтому, ну, опять же, так же, как я сегодня уже говорил, и каждый раз это говорю, подготовка к Байкалу, может быть, какой, ну, или к там, к Живлевскому, или может быть, какой угодно. Но только на месте ты сможешь понять, была ли она достаточной. Протестировать транспортное средство, абсолютно любое, мотоцикл, машина, там, что-то иное, там, уни-мото, ты можешь только в условиях непосредственно самой гонки. Нет возможности обеспечить ледовое покрытие прямое, безопасное, протяженность, там, 5-6 километров, с учетом тормозного пути, чтобы ты мог понять, вот, хватит тебе этого расстояния разогнаться или нет. Поэтому, только на месте, ребята, тестируются, ускоряются, и пробуют сделать результат лучше. У меня, на моей машине, лучший заезд, первый заезд был, 170 километров, последний, 180. И вот, вот эту вот, разницу 10 километров, я поднял там путем 10-12 заездов и подбора, выбора передачи, правильного трогания, правильного разгона, правильного переключения и так далее. Только это может позволить. И, опять же, только в условиях самой гонки. Так что, ну так. Ну, а там, как много можно делать заезды? Ты можешь делать сколько угодно заездов на месте, ну, непосредственно там, отстояв очередь желающих также выехать на трассу. Обычно это 2-3 трассы, поэтому очередей практически нету. И ребята подъезжают, делают круг, возвращаются по обратному курсу, встают за тем, кто вот-вот стартанет и стартуют тут же. Соответственно, вот это вот ускорение, количество нескольких проездов, оно позволяет показать рекорд. Ну, как показала история вот пяти гонок, лучшие заезды именно утром, когда лед замерзший, за ночь он втапливает вот эту вот всю крошку, которую шипами поднимают, и лед становится идеальным, хорошим для зацепа и замерзшим. Вот. Потом выходит солнышко, начинает подтапливать лед, и эффект немножко уходит, то есть появляется вот этот вот плавающий эффект, больше проскальзывания и так далее. Поэтому тесты, тесты, еще раз тренировки, больше ничего. В этом году у нас только три машины, мотоциклы еще будут какие-то? У нас будет три машины, мы приютили к себе еще одну команду свободных медведей, так называемых, они так себя назвали. Это Рома Черенков, его супруга и его дочь. Дочь поедет на баги, на маленьком. Вот, так что у нас в этом году два баги, два москвича и две машины Аки. А вот Рома и его супруга Татьяна поедут на двух колесах, вот так, на машинах. Так что вот так. Рома является каскадером России, вот, он в 20-м году уже ставил рекорд на Байкальской миле, вот, в этом году он будет бить свой рекорд и попробовать установить рекорд в Жигулевской миле. В этом году будет новая дисциплина, долго думали, как ее назвать, в итоге назвали овалом. на овал у нас поедут оба москвича, они проходят туда по техдопуску по шинам, там обычные шины, а на баге у нас уже более злой шип, и вот его, ну, условно не допускают, ну, то есть, его не допустят на заезды на овал, хотя, по факту, возможно, что организаторы поменяют свое решение и начнут допускать по дополнительному тесту какие-то из машин, может быть, и баги все-таки проедет, не могу сказать, но на данный момент ограничение полтора миллиметра по шипам на допуск на овал. Это сделано для того, чтобы сохранить лед, потому что это все-таки не Байкал, где толщина льда превышает метр, а это порядка 30-40 сантиметров льда, и поэтому постараемся сохранить этот лед, не убить его за один-два проезда и сохранить для остальных участников. Поэтому допуск там только полтора миллиметра, и вот у нас москвичи там покажут, наверное, красивый, парный, может быть, даже, ну, не дрифт, а, как это сказать, проезд овалом. Посмотрим. На этом ИЖ-Комбе поедет Вова и Влад пилотами, а на москвиче у нас поедут девочки из цеха кабельного, вот, и они будут управлять. Больше всего, конечно, скажем так, при предвкушении и втрепете непосредственно они, девочки, ну, для них это что-то новое, совсем новое. И если вот даже Женя, как бы, да, опытный водитель немножко переживает, то я представляю, какие у них внутри ощущения. Субтитры создавал DimaTorzok